То есть я вот в полосу впритык влезаю, то есть я левым колесом еду вот по старой белой полосе, а правым вот по той желтой. Бракенская. Ладно, пойду выпишу корешочек. У нас красный горит. Вот, решил на нее сходить, прогуляться. И вон оно что, друзья. Тоже стоят знаки. И именно грузовым, то есть легковым там останавливаться можно, там грузовым останавливаться нельзя. Все, у меня вот скорость нормальная, вот даже если вот он вот сейчас бы вот выбежал, он бы ну никак бы не успел бы меня остановить. Итак, привет, друзья. Привет, YouTube. Меня зовут Санек, и вы находитесь опять на канале Лисовод Арист. Короче, едем мы на восток. Проехал я уже Затон, поселок городского типа Краснозатонский. Жил я здесь, здесь вырос, учился в девятой школе, закончил здесь 9 классов. Вот, ну а потом армия, не армия, как бы и в итоге в город переехал. Сейчас живу, значит, в городе. Вот, так что, как бы это моя такая малая родина. Вот. В общем, что хотел бы сказать, значит, один человек, мой подписчик задал мне такой вопрос. Ну, то есть где-то в каком-то видео я сказал, да и он, в принципе, сам, наверное, знает то, что я, значит, увлекался раньше мотоциклами. Ну, как бы и сейчас они не симпатизируют, да, то есть как бы я люблю мотоциклы, я вырос с мотоциклами. Вот, и он мне спросил, как ты, говорит, пришел все-таки к мотоциклам. Ну, вообще, это такое дело, ребята, знаете, ну, наверное, у многих так это начиналось, то есть все было сначала с велосипедов, потом велосипеды мы меняли на мопеды, мопеды мы меняли на мотоциклы, вот. Вообще, как бы, да, то есть даже вот песня у Басты, да, я буду петь голосами своих детей, вот. Вот, и она очень подходит, как бы, к этой ситуации, то есть у меня вообще в детстве один единственный велосипед, который мне купили родители, это было в начальных классах, вот. Дальше я с велосипеды собирал сам, потом я их менял на мотоциклы, на мопеды, потом на мотоциклы, вот. Ну, собственно, вот так вот и пошло. А вообще, как бы, у меня отец вот на Ниве вот ползет, я не знаю, вот сколько, он, ну, только сейчас догадался меня пропустить. В общем, я еще, значит, ходил, когда в садик, совсем маленький был, да, меня отец возил в садик на мотоцикле, я постоянно сидел на баке, это был Юпитер 3-й, потом он мне, ну, я уже повзрослел немножко, так уже в школе там, учился где-то в 3-м, может, в 4-м классе, он мне уже давал мотоцикл самому одному ездить с коляской, но под строгим контролем, чтобы, как бы, чтобы и коляску я не должен был снимать, то есть, ну, в очередной момент я его воскушался, мы, короче, с друзьями скинули коляску, короче, до земли, когда ногами не доставал, как-то я на него запрыгнул и как-то поехал, это был мой первый мотоцикл, на котором я поехал без коляски, это был Юпитер 3-й, вот, какого-то он там, лохматого года был, то ли 70 какого-то, то ли что-то как-то так, вот, собственно, оттуда, как бы, все и началось, потом у меня были всякие ежи, то есть, там, все и планеты, и Минск был, и Восход был, и Урал, и Днепр, о господи, что у меня только не было, потом уже более, ну, в взрослом возрасте, то есть, когда уже начал, уже была семья, начал зарабатывать, как бы, деньги, да, то есть, купил я себе первый мотоцикл, был у меня иномарка, это у меня был Ямаха, Ямаха Драгстар, литр 100, чоппер, ну, не чоппер, точнее, как правило, ну, их все называют чопперами, но это круизер, правильное название круизер, вот, значит, стиле, да, круизер, вот, потом у меня, значит, была Хонда, Хонда у меня была, которая, эндурик, короче, захотелось бы поменять класс, пересел я на эндуру, у меня была Хонда XLR 250, чистая епошка, вот, тоже, кстати, старенькая была, в общем, это епошка, кто смотрел, да, по-любому, все смотрели Терминатор, помните, по-моему, по-моему, первая часть, да, в первой части Терминатора, когда они, вот этот, который пацан-то, с этим, или вторая часть уже была, короче, когда пацан с этим, с Терминатором-то на мотоцикле-то, они убегали от этого грузовика, который грузовик, кстати, не бегнался, ну, вот этот, который жидкий, вот, он был, ну, вот, на XLR-ке как раз ехал, ну, там 125-я была, у меня была 250-я XLR-ка, вот, гоночка нормальная, эндурик, я на ней ползал и по болотам, и по лесам, и везде, короче, и на трамплинах прыгал, короче, по кроссовым трассам гонял немного, короче, вот такая вот история, вот, потом у меня Кавасаки были всякие, короче, чего у меня только, ребят, не было, но только вот последний, я не знаю, последний года-два, наверное, у меня нету мотоцикла вообще, ну, так получилось, то, что у меня был долгое время, у меня был Урал с коляской, я его реставрировал, давайте я, наверное, даже сейчас найду фотографию, прикреплю фотографию, вот такой вот Уралчик у меня был, вот, полностью отреставрированный, много там, что было сделано, ну, можно сказать, собран, он был своими руками, то есть, с нуля, вот, только рама с документами мне досталась, вот, он у меня долго стоял, не знаю, года три, наверное, четыре, он у меня просто стоял, я на нем выезжал, просто завел, два литра бензина на нем искатал, поставил, и он у меня опять год стоит, короче, я его в том году продал, я понял, что он просто стоит к ней, никакой пользы к ней не несет, вот, я решил его отдать в нужные руки, купил у меня человек, значит, паренек, очень тоже болеет мотоциклами, купил у меня, я отдал, конечно, да, ребят, не знаю, честно, отдал я его со слезами на глазах, потому что это мое детище, которое я сам собрал своими руками, то есть, там было доработано почти все, там что только не было, там и генератор от Макиза у меня стоял, аккумулятор уже автомобильный, зарядки, прикуриватели, ну, там было почти все, что вот можно, вот, то есть, ну, как бы, такой вот, и включитель у меня выведен над коляской, ну, что по колее я, по Шашиговской колее ездил на этом мотоцикле, да, то есть, на охоту ездили в лес, вот, короче, доработано было много что, там, сиденья, не сиденья, сам шил, все перешивал, вот, короче, вот так вот я и пришел по мотоциклам, то есть, с чего началось, то есть, ребят, все же, наверное, знают и понимают, если вы хотите, чтобы ваш сын стал охотником, и он стал хорошим охотником, его нужно водить, брать с собой на охоту, там, с 8 лет, например, да, таскать его постоянно с собой, тогда, да, тогда, когда ему будет 20 лет, он будет уже, как бы, не скажу, что опытным, но многопонимающим охотником, да, вот, если вы человека маленького начинаете, допустим, там, с 5-6 лет приучать к мотоциклам, конечно, вся его на я жизнь будет связана с мотоциклом, вот, поэтому, как бы, вот так вот, прививайте, так что, что могу сказать, ребят, ну, многие, конечно, об этом знают, прививайте любовь, что вы хотите получить от своего сына или дочки, прививайте любовь с рождения, к этому, и поэтому, и тогда ваш сын или дочь никогда не станет наркоманом, распизняем, или бездельником, когда у человека будет интерес, когда у человека будет какое-то занятие, то есть, просто не будет на это времени, вот у меня, друзья, у меня вообще нету времени, вообще ни на что, потому что я мало того, что я рыбак, охотник, я люблю заниматься ютубом, то есть, на это тоже уходит немало времени, плюс у меня работа такая, где много работать надо, ну, реально, в неделю я отрабатываю много часов, то есть, в месяц много часов, вот, плюс ко всему к этому у меня там есть всякие там лодки, моторы, которые тоже когда-то хочется, и поэтому времени просто вообще не остается ни на что, то есть, я не знаю, я вот где-то говорил, что я начал, короче, делать ремонт, сделал спальный ремонт, а до зала все, руки никак дойти не могут, короче, как-то вот так расправляемся, ладно, что-то я заболтался, много слишком, много слов, подъезжаем уже потихонечку к Визябажу, вот, здесь, кстати, тоже новый мост у нас будет, а, ну, я где-то уже о нем, конечно, говорил, короче, много-много у нас мостов отремонтировано, перестроено, переделано, вот, а вот этот мост, который старый, он, получается, он не проходит по ГОСТам, ребят, был такой случай у меня, когда, в общем, работал я на тралле, трал возил, вот там будет новый мост, короче, работал на тралле, возил трал, у меня трал был широкий, ну, с выносами, у меня трал был 3 метра, 3-х метровый трал, и, соответственно, экскаватор, ну, вот экскаваторы, вот такие хитачи, не хитачи, они 3-х метровые ширина идет, там даже, по-моему, 300 петель, даже 3,10 или 3,15, короче, он широкий, экскаватор, вот, ну, грубо говоря, как полоса, да, а мост узкий, то есть, получается, дорога, асфальт от крайней полосы до крайней полосы должна быть 6 метров не менее, ну, по ГОСТу, да, вот, соответственно, а так как у меня трал с экскаватором больше 3 метров, ну, и, короче, на этом мосту мне встретился еще один такой же трал, еще с одним таким же экскаватором, короче, мы там еле разъехались, прям вообще очень в притирку, то есть, прям, ну, там вот оставалось по 5 сантиметров, наверное, с каждой стороны, короче, сейчас я покажу этот мост, короче, не проходит, он по ГОСТу, он меньше, уже 6 метров от, ну, полоса, полоса меньше 3 метров, все, вот такой, вот, видите, мост, ну, то есть, я вот в полосу впритык влезаю, то есть, я левым колесом еду вот по старой белой полосе, а правым вот по той желтой, то есть, ну, представляете, я был на тралле, который больше 3 метров ширину, хорошо, ладно, все, къедем, уже подъезжаем, хочется сейчас, короче, доехать до Потыпка, доеду до Потыпка и хочу пообедать, вчера все съел, надо набрать еще термос, чтоб чайку потом попить, вот, так что пока прием, пока асфальт, да, в принципе, тут один асфальт, шоколадный рейс, шоколадный рейс, друзья, два рейса шоколадных, два рейса, блин, сразу выпало вообще отлично, просто великолепно, так что так. Друзья, доехали до Потыпка, сейчас пойду в столовую, схожу, кафе Трактир, туда подкумаривают, начинаем, наверное, на кофейку, наверное, будет взять, сейчас возьму с собой, себе покушать что-то и кофеечку, наверное, чтобы так сильно не кумарило. Отличненько, друзья, сходил, покушал, вот, допиваю кофеек, взялся я кофеек, хорошую, не делают кофеек, в общем, не на молоке, а на сгущёнке, то есть, просят, чтобы сахар не ложили и кофе на сгущёнке, получается неплохо. Лайка, мы будем трогаться, нам до востока осталось немножко, порядка, это, 50, наверное, километров, вот, около 50 километров у нас осталось пути. Так, же там не было никого, отлично будет, если там вообще никого не будет. Я, кстати, ещё чё хочу сказать-то, я с собой взял спиннинг, вот он лежит, короче, заеду, остановлюсь там, речушка есть небольшая и стоялочка хорошая, остановлюсь-ка я, расхожу, хоть полчасика-часик покидаю, просто не было ещё никогда на этой речке, если вообще-то туда смысл ездить на рыбалку. Так, часов покажу, посмотрим, что там будет. Вот, а мы, короче, выехали, с подтыпка мы тронулись. Всё, сейчас боевым ходом до Кипаньоля. Повернули на восток, заезжаем. Ладно, пойду, выпишу корешочек и поедем на погрузку, что-то машин, походу, нету. Значит, ребят, до этого, когда здесь был, здесь вот сейчас отсыпали уже, вот, щебёночкой. До этого здесь вот бетонка заканчивается, и всё, и тут дальше такая каша была, а тут ползали, тракторами таскали. В общем, после дождей ещё сыро было. Короче, она мне сказала, ну, она мне так объяснила тоже, чёрт, он поймёшь, чё объяснила. Короче, говорит, вот за маленьким бунтом налево и туда. Ну, говорит, не туда, а туда. А рукой как бы не махнула туда. Ну, я так понимаю, вот сюда вот не надо ехать. Вот первый маленький бунт, она сказала, главное, за первый маленький бунт. Вот маленький бунтик, и вот налево я поворачиваю. И вот туда. Берёзы, я, конечно, пока не вижу. Тут одна осина лежит. Ладно, сейчас посмотрим. Нихера, я, короче, не понял, где здесь берёзу, блядь, искать. Куда он, блядь, подъехать должен. Не сюда, где-то, вот туда. Вот туда здесь одна осина. Где он мне здесь должен грузить? На этом складе мы потеряться можем. Вот берёзу вижу. Вон берёза. Когда осина лежит, тут несколько бунтов. Бунтов 10, наверное. Пошла берёза. За ребят промоклад большой. Очень большой. И тут реально, тут прям даже заблудиться можно. А, во, всё, я классно приехал. Вообще супер, ребята, никого нету. Вон трактор едет и сразу прям меня начинают грузить. Вот это, конечно, мне фартит. Что-то вообще шоколадно всё. Просто шоколадно получается. Даже не надо стоять, всё подъезжает и сразу грузимся. Так, а берёза мне надо, блядь, ещё же отметить. Поэтому я отмечу ему сколько мне на берёзы забросить. Ну всё, друзья, погрузка пошла. Три меточки ставлю, то есть три пачки. Не разрисовываю я все коники. Ставлю меточку только на втором конике. Говорю, вот на втором конике метка. И на прицепе на средних двух. То есть этого достаточно. Многие разрисовывают вообще все коники. То есть все метки ставят. Вот. Я ставлю только три метки. А нормально получается. Ладно, грузимся и выезжаем. Вообще как шоколада получился. Денёк такой хороший, тёплый. На улице жара стоит. Солнце лупит. Камад загрузит. Ладно, грузимся. Всё, загрузились мы выезжаем. Хорошо отсыпали. Не было отсыпки рыбы. Ползали тут. Сейчас по отсыпанному. Хорошенько так идём. Собачка. Слушай, бедолагу. Сейчас какая-то чёрная. Чёрным собакам тяжело, наверное. Слушай, воду пьёт. Жара такая стоит. Берёза старенькая. Уже сухая. Она такая уже. Труплявая, труплявая. Как дрова уже такая. Лёгенькая. Налегке пойдём. Тем более, что там 30 кубов. Давай-ка выезжаем. Документы выписываем. Мы в сторону города. У нас красный горит. Подъедем. Включат зелёненький. Та рамочка, которая... Ну, то есть бракера здесь не вручную меряют лес, а под рамочку, под такую скан. Заезжаешь, и он меряет объём древесины. Ну, что, где зелёный? Да, она узкая, вот там. Зелёный зелёный загорелся. Заезжаем. Всё, через эту рамочку вот так вот мы проходим. Всё, он считает. Всё, отлично трогаемся. Документы выписали. Смотрим направо, смотрим налево. Ну, вот как я и говорил. Я не знаю, почему. У меня такая дурацкая привычка. Я всегда сначала направо смотрю. Надо смотреть налево, а я смотрю направо. Ладно, выехали сейчас. Становлюсь немножко чайку, наверное, попью. До пару звоночков сделаю. И всё, и 180 километров до города, и объездная там 40, и мы на выгрузке. Такая пылища. Да, жарковато сегодня на улице. Жарковато и душновато. Что-то вроде бы так с открытыми окнами всё равно еду, всё равно вот как-то этот, короче, жарковато. Так, ладно, друзья, короче, ехал я ехал, вот. И решил остановиться, короче, на трассе, чтобы сходить на одну речушку. Небольшая речушка есть возле трассы. Прямо рядышком. Вот, решил на неё сходить, прогуляться. И вон оно всё, друзья. Купил себе спиннинг специально для лесных речек, ну, чтобы по кустам там ползать. Телескопический, потому что у меня все штекерные. Купил себе телескопический. Сходил, короче, половил. Ребят, кому интересно видео, это всё тоже было снято. Видео будет на первом моём канале, так что ссылочка будет в описании. Ссылочка на канал, ссылочка на видео, всё будет в описании. Переходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, ну а что, нам надо немножко ополоснуть на рогову, потому что я весь спотел, пришлось ходить в курках. На улицу душно, очень душно. В чью-то там ещё по кустам по этим ползал. Вот, короче, сполоснуться, надо немножко лесом мыть, вот, попить чайку и всё-таки в путь, потому что берёза ждёт, берёза надо выгружать. Ладно. А, друзья, подъехали, короче, по уже городу, в лесной связи, за воду подъезжаем. Приехал, думал, думал. Ребята, смотрите, да, сколько же всего, блядь, понаставили всех вот этих вот знаков, всё против нас, против грузовых машин. Вот, ладно, началось там Калинино, вообще вся закрыта улица, да, то есть там, в Калинино там три лесовоза, всего два лесовоза влезают, то есть от знака до знака, значит, потом бумажники закрыты, в Затоне вот это вот, которая возле заправки, возле Лукойла, там вот есть вот это вот, которая, ну, этот, кафешка, тоже там раньше останавливались на лесовозах, всё как бы, там чаю в кофе, сигарет, сейчас там знаки стоят, знаки стоят, грузовым запрещено, значит, в сторону, в сторону Каркироса тоже там вот, светофор проехал, Затон тоже, кафешка там раньше, сигареты ещё в том, в позатом году покупал, останавливался сигареты, тоже стоят знаки грузовым остановкой, главное только грузовым, блядь, легковым, сука, везде можно останавливаться грузовым, вот здесь вот сейчас вот проехали, вот там вот сзади была, проехали мы там, ну, типа, торговый ряд, магазин, ну, там всякие разные, Империя Вин, там, Зеленецкая, всё куча, также вот надо остановиться, там, взять, покушать, там, я не знаю, там, ещё что-то, всё, не остановишься там, не остановишься, потому что поставили знаки, опять поставили знаки, грузовым запрещено, понимаете, жмут просто, так, чё там, пешеход, блядь, какой-то пешеход, блядь, и там, короче, едут, сейчас, приезжать ещё не столько времени, вот, короче, поставили, везде, со всех сторон стоят знаки, что ни одна скакина меня, по-моему, не уступит мне дорогу, ну, всё, здесь вот эти вот ряды, вот там вот, за кольцом, в трассу, тоже там остановиться, покушать, взять что-то, всё, стоит знак, грузовым остановка запрещена, короче, просто, просто везде, на объездной, тоже, сейчас вот ввели, вот эти 30 кубов, да, пацаны там, перегружаются, на трассе, там, возле дач, вот, там, расширение, большое расширение, что сделали, суки, взяли, поставили знак, остановка грузовым запрещена, ребята, я говорю, вот пройдет, пройдет лет 5, мы вообще нигде останавливаться, на, я чувствую, от гаража, от гаража до погрузки, просто будет один сплошной знак, грузовым остановка запрещена, короче, блядь, вот что, я не понимаю, мы что, не люди, что ли, вот, я вот, действительно, я вот, езжаю с города, да, вот, мне надо остановиться, купить где-то, попить, купить сигарет, вот, сейчас поедем, будем подъезжать, значит, к Пермской, по Пермской, к Сыскольскому шоссе, перед Лукойлом, перед заправкой, тоже стоят знаки, и именно грузовым, то есть, легковым там останавливаться можно, там грузовым останавливаться нельзя, понимаете, это как бы, ну, это я сравниваю примерно с ущемлением, вообще, как бы, ну, с ущемлением прав человека, наверное, я не знаю, потому что, блин, что, почему, маленькие могут останавливаться везде, и пойти себе купить, попить сигарет, там, я не знаю, а мы нигде не можем останавливаться, просто нигде, да, и, остановился как-то я, ну, что-то по рации не спросил, в итоге заехал, короче, на бумажниках, вот, а там, что, ну, шлопам, забив, подъезжают гаишники, вот так и так, остановка запрещена, я ему, блядь, объясняю, говорю, я говорю, ну, вообще-то я, как бы, остановился, потому что у меня, впереди затор, ну, то есть, пробка, там, в простонародье называется, на, так он называется затор, то есть, у меня груз затор, груз спереди, понимаете, передо мной машины, то есть, у меня стоит, у меня выбор, значит, на Лукойл повернуть, нельзя, постоять на заправке, почему, потому что там опять стоит знак, блядь, грузовым стоянка запрещена, значит, да, прямо я ехать не могу в первое КПП, потому что там стоит знак, грузовым движение запрещено, грузовым только направо, а перед этим, блядь, все утыкано в этих знаках, грузовым запрещено, вот я встал, стою, он ко мне подходит, говорит, так и так, остановка запрещена, я говорю, так я вообще-то у меня зато он не знаете что отвечает это было в том году я чуть не выпал он мне говорит у тебя рация есть ты можешь спросить я говорю что это теперь обязанность иметь рацию машины и спрашивать есть ли там мне место остановиться я говорю а если мне не хотят отвечать или я не хочу спрашивать почему я вообще что-то должен спрашивать короче в итоге он мне штраф не выписал ничего потому что как бы машины тронули уже передние все все я поехал они как бы охеревшие настолько что прям очень охеревшие таксерка куда что творят короче дтп не было вот этот который uber выехал меня-то пропустить пропустил а другую машинку не пропустил ладно короче едем по пермской вот есть вот вот корзинка да вот магазинчик маленький корзинка вода хорошо чтобы здесь еще пока нету знаков остановка но я чувствую скоро поставят потому что вот я несколько раз уже останавливался здесь сразу за остановкой вот здесь на обочине останавливался их уходил ходил там покупал че там надо было мне вот но чувствую ребят скоро и здесь короче будет стоять знак грузовым остановка запрещена вот пожалуйста ребят живой тому пример вот смотрите видите знак все остановка грузовым запрещена почему блять грузовым тут нельзя останавливаться легковым можно не понять не могу парни подскажите что там на весах у нас тормозят не тормозят ну как бы никого не было стоять на другой стороне напротив и снова это с мигалками включенными ну понял а так все едут да ну да проезжали мимо все принял спасибо давайте удачи давай удачи ладно говорят на весах вроде зелененькая ну чё ребятки давайте блять посмелее там короче мы с будем три дня выезжать на они пропускают пропускают этот шаг стоит блять стоит там у нас у ковыряет ли чем там делать я не знаю давайте выпустите у нас у нас слишком много ну понятно не упустит не пропустит давайте ребятки давай ковер где в это время вообще такая проблема выехать ребят потому что без конца без остановки просто едут и едут то оттуда то оттуда едут короче отовсюду едут я не знаю ховер ты будешь выезжать или нет давай посмелее давай пошел сейчас мой выход у нас нормально зеленая получается слева нету справа нету поехали она едем до весов ребят сами все слышали монти шел говорит нормально все едут посмотрим давайте доедем да посмотрим скорость нормального даже если вот сейчас вот выбежал ну никак бы не успел бы меня остановить короче я не знаю ребят я обычно к весам подхожу прям вот вот 65-70 бывает до 80 раскачегариваюсь вот короче побыстрее ладно друзья отлично весы прошли я немножко подуспокоился короче сейчас звонил лёха мне лёха звонит зая критом на весах ебут нищая кто тебе сказал я говорю я уже вы их спросил туда не сказали все нормально вот сейчас там туда кому-то она позвонил говорит пиздец вчера дошло ребят просто дошло до сумасшедшего знаете что вчера оказывается было они блять проверяли что салат за машина не останавливали машины и пихали им блять трубку выхлопную систему имерили целых саж их осмотр прямо на дороге то есть просто дошло до сумасшедшего просто это я не знаю что это такое происходит просто просто бегут от отборебись То есть, хотя, ну, какие-то, то есть, я знаю лишь только одно, что кто-то все-таки какие-то цели преследует. То есть, это не просто так, все просто так вот оебываются. Сейчас вот пацаны говорят, что там аж на Ухтинке стоят, то есть, до выгрузки, до ЛПК, там еще несколько километров очередь. Вот про эти знаки, которые я недавно говорил, что везде знаки понатыкали. Вот там вот Галинина вся в знаках и Бумажников вся в знаках. Останавливаться негде. На заправке Лукойл тоже знаки, везде одни знаки. Пацаны знают очереди и, короче, гаишники там вот так вот куда-сюда ездят, и ездят, короче, и кто, блядь, под знак случайно встал. А вставать, потому что больше негде. Вот, и там сейчас такая же херня происходит. Короче, я не знаю, к чему это все ведет, но это явно к чему-то ведет, это не просто так все. То есть, кто-то какие-то цели преследует, но это та вот, кто-то сверху. Ну, ладно, друзья, в общем, наше дело маленькое, привезти лес, заработать денежку, чтобы прокормить свою семью. Всем, кто досмотрел этот ролик до конца, всем огромное спасибо. Всем, кто сейчас кушал, приятного аппетита, друзья. Всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok